все хорошо давайте начнем с того что осы пчелы насекомые разные поэтому и жалят они по разному правильно конечно конечно это очень важно чтобы быть очень осторожным с пчелами и осами как они жалят мы говорили что жалят по разному в чем разница пчелы и осы и шмели еще они могут ужалить почему потому что они не кусают они своим ротом кусают на конце брюшка у них есть жалящий аппарат который представляет собой такой стилет очень острый если взять ос стилет просто острый и не зазубренный поэтому они могут жалить несколько раз а вот пчела медоносная она жалит один раз потому что когда она вонзает свое жало насекомые или в человека жало застревает она зазубрина кроме того жало присоединенные мышцы зина ядовитая сумка и через жало у медоносных человек впрыскивается я даже если вы пчела улетела а вот нажала она продолжает еще жалить и впрыскивать я поэтому его важно очень сразу же вы делали то есть пора не можно сразу определить кого сужали если рана пустая то примерно так иногда просто пчела вас сужали через одежду и вы просто с одеждой можете выдернуть это жало не заметить его но пчела обычно умирает сразу после этого потому что кончик брюшка и жало отрывается тем самым она защищает гнездо но впрыскивает больше я для своей защиты для защиты пчела пчели на 7 а со просто может ужалить как шельцем шельцем ужалил один раз второй раз третий раз и она спокойненько выдернула и при этом улетела если вы подошли осиной колонии например у вас на вас мог там броситься много ос почему потому что вместе с ядом выделяются аттрактанты привлекающие вещества также у медоносных пчел и другие или медоносные пчелы или осы они привлечены аттрактантами ведет жертву и начинают больше кусать прилетает больше осы где одна там и много вот если около пчелины семьи или около осиной колонии вас ужали лоса надо оттуда лучше убраться потому что другие осы или пчелы могут привлечь быть привлечены дальше вас что делать когда вот все таки уже уже ужаление так сказать произошло если вы жарила медоносная пчела прежде всего это вкус надо смотреть и вы увидите что жало воткнуто в тело его нужно выдернуть иначе будет она также сокращаться как сумка и дальше вас продолжать жарить выдернули и это место желательно обработать чем можно обработать нашатырным спиртом можно просто спиртом предложить холодный например лед тем самым вы просто остудите эту ранку вы ее и тем же спиртом она от стухнет это место ужаление но она не пройдет совсем сейчас мы потом хорошо а если оса то же самое нужно делать фактически то же самое при обработать нашатырным спиртом просто спиртом или приложить лед но по всему прочему вы можете в аптеке приобрести препараты которые очень важны при ужалении это диметрол супрастин может быть картикостероидная мазь который смягчит эту опухоль она спадет особенно диметрол и супрастин это противоаллергические препараты которые уменьшают эту опухоль а вот действительно я помню нам всегда разрезали луковицу луковицу есть такое еще и народное средство можно потертым например чесноком можно еще подтертой петрушкой и листом подорожника приложить опухоли и через некоторое время она конечно чуть-чуть успокоится но она и совсем не пройдет но проезжаешь и что мы поделаем технических технических сложности а что она дает она что-то дает или это просто народ так придумал так это народные средства немножко она это опухоль это друзья она немножко спадает не более того потому что основное действие конечно будет вы уже при ужалении жал попадает вам кровь и возникает это сильный опухоль просто народное средство немножко смягчает эту почему сейчас их много вот так много именно сейчас сейчас в конце лета появляется много ос прежде всего которые сильно раздражают человека почему их много потому что оси развиваются в течение лета они у них увеличивается колония осинная концы лет их становится много если сначала в начале лети появляется только одна осиная матка она дает начало всей колонии а в конце лета появляются уже гнездо кругленькая которое находится в разных местах осиная колония может быть под землёй это земляные осы может быть на траве путь небольшая такая колония оси на или может Может быть в каком-то укромном помещении, например, на чердаке, например, в гараже, в подвале, может быть, например, в сарае. Это осиная колония, может быть очень крупная, с футбольным мячом, или даже больше. Например, самая крупная оса у нас, это обыкновенный шершень. Она достаточно крупная, 2-2,5 сантиметра. Смотрите, извините, мы немножко просто отходим от темы, мы про причину сначала говорим. То есть, они появляются, вы уже просто дальше пошли по колониям. Они появляются, потому что, вы говорите, они на протяжении лета развиваются? Развиваются, их становится много. Еще есть какая-то причина? Почему они становятся агрессивнее? Они не становятся агрессивнее. Это так кажется просто? Это так кажется, потому что осы, их становится когда больше, как, например, те же самых комнатных мух, они привлекаются с различной пищей. Вот они в тех местах, где пища есть, у человека эта пища сладкая, например, фрукты, например, какие-то сладкие, это может быть даже газировка в газировочном заводе. Или мед, вот туда привлекаются осы за углеводами, чтобы полакомиться этой сладкой пищей. И, конечно, они тогда на даче, где-то на пляже раздражают человека, привлеченный сладкой пищей. То есть, сказать, что вот, например, в этом году какая-то аномалия, что их стало в разы больше, и, наверное, что-то такого нет? Конечно, нет. Их стало просто больше, потому что осы развиваются к концу лета, и их становится больше чисто. Это нормальный природный процесс? Абсолютно нормальный природный процесс. Ага. Хорошо. Давайте вот это подумаем. Вот мы сейчас возьмем вот это первое ваше приспособление, вот это. И мы возьмем объяснение. Ловушечка. Да, ловушечка. Нет, это убираем. Вот ловушечка. Крупно берем ловушечку, а потом пока дуем. Вот это что? Да, нет, сейчас текло. Вот это что? Вот, если вы хотите в домашних условиях или на даче побороть своих ос, хотя бы немножко уменьшить их численность. Вы можете сделать простую вот такую ловушку для ос, которая делается из бутылки. Сюда я вот положил фрукты, груши, потому что они чаще всего привлекают ос, например, на дачном участке. Они выгрызают в фруктах, допустим, в арбузах или вот, допустим, на грушах, такие дырки, потому что они лакомятся сладким соком. А вот в ловушке вы переворачиваете, разрезаете бутылку, переворачиваете ее узким горлышком внутрь, закрепляете скотчем, делаете для скотча, вот, подвешиваете. А внутрь наливаете воды или компота. Компот, например, вишневый или сливовый, самый привлекательный. Можете еще туда положить фруктов. Осы, привлеченные этим запахом, издалека прилетят, войдут в эту ловушку, утонут в компоте. Спокойная ловушка без применения яда на вашей даче. И реально работает? И она реально работает. Вы можете их выплескивать, их наберется здесь вот практически целая банка. Ну, если вы такое, если вам осы очень не нравятся. Ну, в принципе, они приносят пользу, поэтому ос лучше не уничтожать. А какая польза? Если они вам реально не досаждают. А какая польза? От ос реальная польза, потому что они хищники. Осы не питаются только, допустим, фруктами, медом или сладким соком. Осы, хищники для своих личинок внизу, они приносят мясо мух, различных гусениц, различных кузнечиков, жуков, личинок. И тем самым они уменьшают численность вредителей, особенно мух. Допустим, если вы живете где-то на даче или сельской местности, у вас количество комнатных мух, падальных мух, разных мух, огромных. А осы их убивают, их уничтожают и несут в свое внизу. И, конечно, от мух становится значительно меньше. Сейчас кадруем ловушку. Так, хорошо, мне нужно кадров 5, как старается, как-то сделать. Давайте мы сначала ее вот так вот, крупно мы ее покажем. Потом мы покажем, как грушку. Ну вот, нужно внутрь положить, конечно же. Нет, нет, по команде. Сначала мы просто бутылку держим. Ага. Кроме всего, жидкость будет бродить. Здесь такая бродящая жидкость. И за вот эту веревочку возьмите. Нет, нет, нет. Оставьте обратно. Вот так вы ее подвешиваете. Вот так. Теперь эту ровку верните сюда. Нет, нет, нет. Эту здесь не надо, потому что она будет закрывать. Вот. Да. Вот это на лучшее положение. Сюда нужно налить компотика. Особенно вишневого, сливого. Самые привлекательные компоты. А давайте мы подойдем, типа, на дерево повешаем. Почему бы и нет. Можем повесить. Подождите, подождите. Смотрите, главное правило, что нам нужно делать все по команде.